Что нужно сделать для получения водительского удостоверения? Что нужно знать при получении данного документа? Ответы на эти вопросы смотрите в сюжете. Специального образования для получения категории B для легковых автомобилей не требуется. Тот, кто уверен в своей подготовке, должен пройти тест на теорию и практику. В специализированный Центр обслуживания населения с начала года обратилось 5800 граждан, которые впервые получают водительские удостоверения. Для сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения граждане приносят готовые документы. Это медицинские справки и свидетельства об окончании автошколы. Также нужно оплатить госпошлину. Для категории C, D и E требуется специальное образование. После этого тестируемый также сдаёт экзамен на вождении. Граждане сдают тесты на компьютере. Проходной балл 32. За 40 минут тестируемый должен ответить на 40 вопросов. Испытуемый, прошедший теоретический экзамен, демонстрирует свои водительские способности на практическом экзамене. Тем самым он становится обладателем права управлять железным конём. На автодроме предоставлены 7 автомобилей. Для сдачи на категории C, C1 и D, D1 имеются грузовые автомобили. Перед сдачей экзамена тестируемый может попрактиковаться на электронном автодроме, чтобы не набрать штрафные баллы. Также для получения водительского удостоверения граждане должны пройти медицинское освидетельствование. Гонконгские учёные пришли к выводу, что навыки вождения можно развивать через компьютерные игры. Наимбек Багбанов, Балихан Талгатов, Мухаммед Калик Кубеев, Жамбл Ньюс.